Сегодня в рождении изобретения. На дерево залезаем, ключи не забываем. Да ладно! Картина лучится, из пальцев сочится. Пьем водичку, за раз по страничке. С подделанным птенцом находим новый дом. И изобретатели завтрашнего дня. Дернуть можно с земли. Та-да! И все посыплется. А обязательно говорить «та-да!» Когда тянешь? Возможно. Ясно. Это надо включить в руководство. Я Эллиорт. Я объехала всю планету, чтобы познакомиться с изобретателями, мечтающими сделать мир лучше. Присоединяйтесь, и мы вместе будем исследовать мир гениальных и удивительных изобретений. Рождение изобретения. Я прошу вас вспомнить самый первый дом, в котором вам хотелось жить. У меня такой дом не был особняком, и он не стоял на земле. С детьми мы все мечтали о доме на дереве. Это было очень круто. Это Пит Нельсон. А это его офис. Прекрасно. Прекрасно. Вот уже 30 лет он профессионально занимается обновлением дизайна и коммуникаций удивительных домов на деревьях. Еще в юности я понял, что если ты постоянно в стрессе, то 10-минутная прогулка по лесу его снимает. Я отправилась в Три Хаус Пойнт. Это гостиница Пита на дереве в Вашингтоне. Там я встречусь с Питом и впитаю в себя спокойствие природы. Привет. Привет. Я Элли. Я Пит, рад знакомству. Обалденно. Добро пожаловать. Посмотрим. Прогуляемся? Да. За мной пошли. Это так круто. Я уже без ума. О, боже. Да ладно. Просто мечта. Земля грез. Так не бывает точно. Не бывает. Дом на дереве площадью 18 квадратных метров прямо посреди туевого леса. Что ты чувствуешь, когда начинаешь рисовать план дома? Какие у тебя эмоции? Это как медитация. Время исчезает. На определенной высоте дома будут раскачиваться. Сделать повыше или пониже. Есть ли там уклон. Обо всем этом ты размышляешь, сидя над листом бумаги. Кому ты себя относишь? Ты плотник, строитель, художник или архитектор? Я, прежде всего, строитель. Это помогает мне быть архитектором. Я нахожу деревья в пяти метрах друг от друга, если и в четырех, это идеально. В таких скоплениях деревьев и нужно строить. Ветви часто тянутся в стороны, ища солнце, а в середине появляется пустота, нужная для дома. Пит строит дома на деревьях площадью от 18 до 70 квадратных метров. Создавая дом на дереве, нужно помнить две вещи. Деревья растут, то есть их ствол становится толще в обхвате. Но сам дом не будет подниматься с каждым годом все выше. Дерево становится толще, но точка роста у него на верхушке. А еще важно помнить, что на ветру деревья колышутся. Если ты соединяешь два дерева, нужно, чтобы у дома был некий люфт. Для Пита и тех, кто строит дома на деревьях, изучение природы и инженерного дела – постоянный процесс. В результате им удалось разработать суперпрочные механизмы, обеспечивающие надежность домов. Тебя удивляют эмоции людей, которые видят твои творения? Да я и сейчас готов заплакать. Серьезно? Понимаешь, реакция людей потрясает меня каждый раз. Осознав, с каким мастерством и заботой построен каждый дом на дереве, вы открываете для себя новое окно в мир. После перерыва пальцы сияют, свет испускают. Перевернуть страницу и воды напиться. Пингвин-малыш, за кем ты следишь? А теперь факт отели. У HP, Google, Microsoft и Apple есть нечто общее помимо сферы деятельности. Все они базируются в Кремниевой долине, везде директора женщины или все они зародились в гаражах. Подумайте, а мы откроем вам правильный ответ после перерыва. С возвращением мы спрашивали вас, что объединяет HP, Google, Microsoft и Apple. Если в вашем ответе присутствовал гараж, то вы абсолютно правы. Эти четыре гиганта начали свою деятельность в гаражах, затем став не просто крупными, а огромными предприятиями. Соседи должны были радоваться. Пайка транзисторов гораздо тише игры на гитаре. И это факт отели. Общение при помощи рук началось еще когда пещерные люди научились показывать пальцем. Началось с простого «Что это за светящийся шар?» или «Это не я, это она». А я познакомилась с изобретателем, рассказывающим руками блестящую историю. Он создает цифровые произведения искусства. Самовыражение бывает самым разным. Для Брайана Лима это искусство перчаток. Перчатки — новая форма танца. У вас на пальцах перчатки со светодиодами. Возможности безграничны. По сути, ваши руки танцуют под музыку. Я поехала в Анахайм, штат Калифорния, чтобы Брайан научил мои руки танцевать. Привет! Добро пожаловать! Спасибо! Здесь дизайнеры, здесь инженеры. Здесь у нас бардак. В компании «Удивительный свет» 29-летний Брайан и его команда изменили обычные перчатки, создав новые, оснащенные многоцветными диодами, делающие прекрасный мир еще ярче. Они даже создали платформу для состязаний между перчаточными фанатами и устраивают турниры. Брайан говорит, что познать эту страну света можно, лишь увидев представление. Просто сядьте вот здесь. Хорошо. А обязательно смотреть на это, сидя? Да. Ясно. Для меня это совершенно новый мир. Но Брайан говорит, что перчатки существуют уже лет десять в сфере электронной танцевальной музыки. Вы превратите меня в Рейвера. Задолго до этого Брайан решил, что нужно много работать. Родители эмигрировали из Китая от коммунизма. Наша семья из 15 человек жила в крошечном доме. Вся родня скинулась, и нам удалось открыть пончиковую. Отец работал по 18 часов в день. Спал на мешках с мукой. Это была очень трудная жизнь. Я видел, как они борются. И это вдохновило меня работать без устали. Искусство светящихся перчаток показала Брайану его подружка. Теперь она его жена. Первые перчатки были с диодными брелоками. Но они были слишком большими. И они придумали более миниатюрную версию. А цвет меняется в зависимости от движения? Да, свет и диоды включаются и выключаются. Технологии смартфонов открыли новые двери для воображения. Теперь можно запрограммировать диоды через приложение. Возможности стали безграничны. Есть миллионы возможных вариантов. Можно запрограммировать любой цвет. А у вас есть служба поддержки? Могут вам посреди ночи написать «У меня выступление? Помогите?» Да. Как сделать мизинец фиолетовым? Такое бывает. Думаете, это просто? Я покажу, что нет. Брайан показал мне основные движения. Наложение. Левую руку положи сверху. Ясно. Теперь правую сверху. Вверх и вниз. Игра пальцами. Поверни. Получается такая рамочка. А потом соедини кончики пальцев. А потом бум! Снова рамочка. И перекат. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это как волна? Да, практически. Ей-богу, у меня болят запястья. Я и не знала, что мои руки не в форме. Я решила объединить движения, посмотреть, что выйдет. Это, друзья, перчатки 101. Я теперь профи. После перерыва бумага очищает грязную воду. И идеальный пингвин-папарацци. А сейчас очередной факт от Элли. Спичка – простой предмет. Но это самое полезное изобретение всех времен. Благодаря какой случайности была изобретена современная спичка? Благодаря путанице на свечном заводе? Поломке машины по производству зубочисток? Или из-за перемешивания реактивов палочкой? Вы пока подумайте. Совсем скоро будет ответ. С возвращением. Перед перерывом мы спросили вас, как была изобретена современная спичка. Если вы сказали, что при перемешивании химикатов палочкой, то вы правы. Считается, что в 1826 году британский химик Джон Уолкер пытался создать легковоспламеняющиеся соединения, чтобы было проще разжигать огонь. Он смешал несколько химикатов при помощи деревянной палочки. Когда они высохли на палочке, он случайно чиркнул ею о камин, и палочка загорелась. Он определился с размером и начал продавать спички в родном городе. А вскоре его изобретение покорило весь мир. И это еще один факт от Элли. Итак, поговорим о воде. Она покрывает большую часть планеты. Нужна каждому живому существу. Но чистой воды всегда не хватает. Что касается питьевой воды, есть женщина, создавшая о ней книгу. Вернее, ее книга делает воду питьевой. Увидите. H2O. Аква. Шуй. Как бы вы ни назвали ее, это вода. Несмотря на то, что 71% поверхности земли покрыт водой, сотни миллионов людей остро нуждаются в ней. Почти 800 миллионов человек в мире не имеют доступа к чистой воде. А 3 миллиона 400 тысяч человек ежегодно умирают из-за потребления загрязненной воды. Это Тереза Денкович. Она использовала свой многолетний опыт химика, чтобы создать уникальные средства для очищения воды. Я приехала в Питтсбург, штат Пенсильвания, где встретилась с Терезой в университете Карнеги-Меллана. Она показала лабораторию и изобретение. Питьевую книгу. Питьевая книга – это и фильтры для воды, и инструкции о том, как и зачем чистить питьевую воду. Сами страницы убивают бактерии и предотвращают болезни, передающиеся через воду. Зачастую люди пьют воду прямо из реки. Это чревато заражением кишечной палочкой, холерой, лемблиозом. Сколько в книге таких фильтров? 50 штук. Сколько можно отфильтровать воды? Каждая страница рассчитана на 100 литров воды. Этого достаточно семье на год, одному человеку на 4 года. Эти фильтры можно использовать в любых емкостях. Тереза разработала их совместно с некоммерческой организацией «Вода – это жизнь». Использовать их просто. Наливаете загрязненную воду и вскоре получаете питьевую. При этом погибает почти 100% бактерий. У них красивый цвет. Почти сепия. Из чего они? Цвет дают наночастицы серебра. Они находятся на поверхности, и именно они убивают бактерии. Зараженная вода попадает на фильтр, наночастицы серебра убивают бактерии, и теперь воду можно пить. Именно. На каждой странице фильтра читатели информируют о нормах гигиены и чистоте воды. Здесь по-английски есть надписи на местных языках. Да. А тут вы напечатали пиктограмму. Да. В мире не все грамотные. Мы понимаем, что книга должна быть универсальной. Так что на следующем этапе мы подключим дизайнеров графики, чтобы разработать пиктограммы, которые поймет любой. Как вот здесь, грустная капля, а внизу веселая, то есть безопасная. Язык эмоджи понимают все, да? Именно. Для Терезы это кульминация многих лет исследований. Воплотились они в серебряной удивительной книге, которая сможет спасать жизнь. После перерыва самое милое, что вы сегодня увидите. Смотрите далее в «Рождении изобретения». А теперь нам придется включить мимиметр. Я произнесу несколько слов, а мимиметр решит, что вам показать. Готовы? Так, первое. Пингвиненок. Да, кажется, дальше пытаться бессмысленно. Пусть будут пингвинята. Пингвины – водоплавающие, нелетающие птицы. Почти все они живут в южном полушарии, в том числе в Антарктике. Узнать об их жизни не так легко. Исследователям не просто к ним подобраться. Но группа французских ученых, изучающих королевских и императорских пингвинов, придумала новый способ подобраться к ним поближе и даже проникнуть внутрь стаи с помощью устройства, замаскированного от птенца пингвина. Я пообщалась с Ивоном Ле Мао из Института Юбера Кюрьера в Страсбурге, Франция. Он рассказал об их уникальном подходе к этим удивительным птицам. Привет! Спасибо, что присоединились к программе «Рождение изобретения». Бонжур. Что натолкнуло вас на мысль создать такого робота? К животным всегда сложно подобраться. Нам пришлось разработать устройство с дистанционным управлением, которое сможет к ним приблизиться. Камера, установленная на колеса, помогла доктору Ле Мао выявить окольцованных пингвинов. Но пингвинам это устройство не понравилось. Иногда они даже нападали на него. Пришлось придумывать что-то новое. Я подумал, что можно замаскировать устройство под детеныша пингвина. Все получилось отлично. Камера спрятана внутри птенца, а пингвины приняли робота как родного. В результате были получены прекрасные кадры. Вы намерены создать и других роботов? Далее мы планируем создать искусственного взрослого пингвина. Так мы сможем узнать структуру колонии пингвинов. Мы хотим оснастить его динамиком, чтобы его идентифицировали по голосу. Для науки это важно. Мне же просто хочется целыми днями смотреть видео с пингвинами. Спасибо, Иван. Кто мог знать, что роботы бывают так милы? Большое спасибо. Через мгновение изобретатели с завтрашнего дня. Мы продолжаем. Изобретатели-инноваторы, которые сформируют будущее вокруг нас. Эти талантливые ребята смогли впервые показать свои идеи на научных конкурсах в школе. Они изобретают завтрашний день. Изобретатели завтрашнего дня. Со мной Люка. Мы на выставке изобретений в музее инноваций имени Генри Форда в Детройте. Что у нас тут? Отличное название. Желоб, короб, водосток. Что это? Это устройство поможет вам чистить водостоки. Вместо того, чтобы залезать на крышу и рисковать пораниться, можно дернуть с земли. Та-да! И все посыплется. А обязательно говорить «та-да!» когда тянешь? Возможно. Ясно. Это надо включить в руководство. Да, прикол ради. Да, расскажи мне, как эта идея пришла тебе в голову? Я это придумал, когда папа чистил водосток. Я понял, что у него уходит на это много времени. Было холодно, ему пришлось залезать наверх. А я смотрела на него снизу. Так делает папа? Да, я так и думала. Что тебе понадобилось для этого? Выбор дизайна. Нужно было, чтобы все было красиво. Это же водосток. Трудно сделать его красивым. Ты сделал его прозрачным, чтобы все было видно? Да. Да. Класс. Много узнал, пока готовил проект? Очень. О водостоках, об устройстве крыш. Спасибо тебе, что ответил на все вопросы. И вам спасибо. И ждем от тебя новых идей. Ладно? Да. Отлично. Да. Спасибо, что были со мной сегодня. Я Элиорд. Увидимся в следующем выпуске программы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Академия АйТи. Компьютерная программа. Сегодня нам не обойтись без современных технологий. Многие считают, что программное обеспечение, приложение и программы одно и то же, но у них есть отличия. Программное обеспечение – общее название всех видов информации в компьютере. А аппаратное обеспечение – это все его комплектующие. Приложение – это программа или группа программ, выполняющая некие задания пользователя. Например, фитнес-приложение или калькулятор. В свою очередь, программа – это инструкции, говорящие компьютеру, что делать. Она записана в виде кода, языка, который компьютер понимает. Компьютерные программы есть во многих устройствах помимо компьютеров. В телевизорах, мобильных телефонах и роботах. Робот – это машина, выполняющая работу или действия, с которыми может справиться человек. Этот робот исследует подводный мир. Он может исследовать долго, прежде чем выйти на поверхность, так как по инструкции выполняет действия снова и снова. Эта инструкция установлена в виде компьютерной программы. Такие программы с инструкциями хранятся в памяти и работают, как наш мозг. Они говорят, когда сфотографировать дно океана, когда взять пробу, какие данные записать. Перед любым действием робот сверяется с программой, чтобы вспомнить инструкцию.